Маску наденьте, мы проверим. Жаркая погода не повод нарушать масочный режим. Тем более миф о том, что ковид-19 погибает в жару, развеян еще в прошлом году. Статистика заболеваемости в регионе остается высокой, а значит и масочный режим никто не отменял. Рейды с участием сотрудников полиции, которые проверяют соблюдение антиковидного режима, в Самаре проходят каждый день. Многие пассажиры жалуются и говорят, что в маске ехать тяжело, носить ее некомфортно, в ней дышать сложно. Но ситуацию с коронавирусом ее, к сожалению, никто не отменял. И поэтому нужно, конечно, защищать себя, нужно защищать окружающих и нужно соблюдать требования о ношении масок. В метро, трамваях, автобусах и маршрутных такси проверки проходят во всех видах транспорта. Если гражданин категорически отказывается надевать маску, ему выпишут штраф, верхняя граница которого 30 тысяч рублей. Только за последние 8 месяцев в городе составили 389 протоколов на тех, кто принципиально отказывался надевать маску. Три из них на минувшей неделе, один этим утром. Куда вы направлялись? Домой. Откуда? С работы. А почему без маски? Забыл. Первый раз. Чаще всего у пассажиров, у всех есть защитные средства, они после такого предупреждения надевают защитные средства. Если кто-то принципиально идет на конфликт, тогда уже экипаж останавливается и не продолжает движение. Приходилось высаживать когда-то? Да. Так реагирует чаще? По-всякому. Все люди разные. Так заходят без маски, я говорю. Оденьте, пожалуйста, маску. Требование по поводу ношения масок распространяется и на работников транспорта. Если кондуктор или водитель окажется в салоне без средства защиты, ему может грозить дисциплинарная ответственность. Полное снятие масочного режима возможно лишь при нормализации обстановки с вирусом. Режим актуален до особого распоряжения штаба по борьбе с инфекцией. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.